Сделать какое-то ограждение для детей, потому что постоянно есть и транспорт, а дети колесят вот так вот и взрослые и пожилые люди между машин. Дочка Елины учится в лицее номер 3. Мама переживает, ведь дорога к нему почти всегда сопровождается потоком фур и большегрузных автомобилей. А еще безопасно пройти к учебному заведению мешает это дерево и что-то похожее на заброшенный сарай. По словам Елены, вопросы, кто отвечает за непроходимый участок дороги, она задавала уже не раз. Но чиновники и депутаты, говорит мамочка, лишь разводят руками. Не требуем, просим. Уже много лет просим. А вот эти вот постоянные отписки, что это ваша деятельность, вы скидываетесь, нам не надо ничего. Только чтобы дети ходили в школу. Кусты вдоль дороги, закрывающие видимость, отсутствие тротуаров и неправильное применение дорожных знаков. Далеко не полный перечень причин, из-за которых может случиться дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на то, что на улице уже 1 сентября, не все школы устранили предписанные замечания. К примеру, 101-й лицей попал в список антирейтинга школьных маршрутов Барнаула. Было ДТП с наездом и вблизи общеобразовательного учебного заведения. Заведомо мы понимаем о том, что это может быть последствием места концентрации ДТП. Потому что если мы на это сейчас не обратим внимания. Не все гладко и возле школы номер 59 на улице Горно-Алтайской. Здесь мы снова упираемся с вами в забор. То есть видим определенные ограничения. Это одно из замечаний. Второе замечание отсутствует у нас. Нанесение пешеходного перехода, разметки. Рейды активистов и сотрудников ГИБДД проходят всегда в преддверии нового учебного года. Список замечаний с приложением фотографий, не соответствующих нормам школьных маршрутов, направляют в администрацию города. Активисты не могут заставить исправить нарушения. Могут лишь попросить. А еще в конце сентября в рамках круглого стола готовы обсудить сделанные замечания. К тому времени представители УНФ завершат обследование дорог в других городах и районах края. Ну а наша героиня Елена Кащеева продолжает ждать, когда дорога в лице для ее особенной дочки станет, наконец, безопасной. Мне страшно. Я хожу, пытаюсь чуть ли от страха не упасть куда-нибудь, чтобы меня не задавило. Елена Кузовкина, Анастасия Грица, Александр Антропов. День с толком.